Здравствуйте! Начнем с исторического факта. В Европе до 18 века библиотечные книги приковывались цепями, чтобы люди их не унесли. Сейчас книгам не относятся как к сокровищам, а зря. Для того, чтобы вы читали, говорили грамотно и ярко. Было и придумано шоу на Бум. Мы начинаем. 13 августа во всем мире отмечается День левшей. Именно этому празднику мы решили посвятить сегодняшнюю игру и собрали в этой студии шесть леворуких участников. Ребята, здравствуйте! Здравствуйте! И все левую руку подняли, да? Молодцы! Тест первый пройден. Давайте знакомиться, кто же у нас сегодня за столом. Меня зовут Евгений Лебедев. Я занимаюсь тем, что сегодня играю в программу на Абум. В свободное от этой игры время я занимаюсь развлечениями для детей. Здравствуйте! Меня зовут Алена. Я тоже левша. Также я журналист. Правильно говорят, что левши – это творческие люди. Мне тоже нравится театр, кино, музыка, танцы, сочинения. Все, что связано с творчеством. Меня зовут Артем. Бельцов моя фамилия. Я предприниматель. Увлекаюсь, получается, охотка, рыбалка, активный отдых, туризм, сплавы различные. Ну, люблю просто отдохнуть в хорошей компании. Меня зовут Мария. Фамилия Леончик. Я тоже левша. И пока что я учусь в школе и перешла в 11 класс. А в будущем собираюсь связать свою профессию с режиссурой. Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я телеоператор. На этот раз я по ту сторону камеры. Но ничего страшного. Сыграем. Очень хочу поучаствовать в съемках настоящего полнометражного фильма. Это моя мечта. Надеюсь, она когда-нибудь сбудется. Пусть даже я и левша. На кнопку нажать я смогу и правой. Всем здравствуйте! Меня зовут Гуля Хайрулова. В общем, в этом году я закончила факультет журналистики. Почему я пошла учиться туда? Потому что как раз мне нравится писать, мне нравится творить. Тоже люблю рисовать, заниматься хендмейдом. В общем, вся моя жизнь — это творчество. Здорово! У нас творческие сегодня люди, да? Давайте приветствовать вас с аплодисментами. Ну и знакомьтесь, это бомба, ребята. Это бомба. Мы ее заводим. Загадываем вам слог, на который вам нужно будет вспоминать и озвучивать слова. Это обязательно должны быть существительные. Обязательно в единственном числе никаких имен собственных. И думайте быстрее. Передавайте бомбу быстрее соседу, потому что в любой момент она может взорваться, и тот игрок, в чьих руках бомба взрывается, к сожалению, покидает наше шоу. Первый слог, он в начале слова, и этот слог — му. Муравей. Поехали. Ого! Мустанг. Мустанг. Ну, шкетек. Сейчас взорвется, сейчас взорвется. Нет, 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 рано, рано, рано. Есть еще время, есть еще время. Можно подсказывать, если вдруг у вас в голове много слов на слог му в начале. А можно нецензурно? Нет. Мухомор. Черт. Мухомор, да? Мухомор. Хорошее слово. Муть. Муть. Так, я помогла тебе, ты помоги мне. Так, сейчас. Баш на баш. Мученик. Да, пусть будет мученик. Мученик. Мурашки. Благодарю. Мука. Мультипликатор. Муфта. Муфта. Мое слово было. Теперь уже нет. Мурлыка. Можно? Черт. Пожалуй, нет. О! Кажись, началось. Андрей, ну же! В первом туре обязательно кто-то должен был вылететь. Я абсолютно не расстраиваюсь. Это все бывает в жизни, ничего страшного. Попробовал себя в роли участника передачи, не оператора. Мне очень понравилось, здорово. Но на самом деле, пересаживаясь за этот стол, слышу тиканье бомбы, слова не так быстро прилетают в голову, не так быстро соображаешь, как стоя за камерой. Здравствуйте! Меня зовут Ольга Салтыкова. Я бизнес-тренер по деловому общению и эксперт программы на АБУ. Продолжаем вспоминать правила русского языка. Поговорим о частичке пол. С этой приставки начинаются многие слова. Как же ее писать? Слитно, раздельно или через дефис? Запоминаем. Слитно с приставками пол пишутся слова, вторая часть которых начинается с согласной буквы. Например, пол четвертого, пол тарелки, пол мандарина, пол дня, пол часа, пол года. Раздельно пол пишется, если между этой частичкой и словом можно вставить еще одно слово. Пол твоего яблока, пол интересной книги, пол чайной ложки. И, наконец, дефис. Эту черточку ставим, если вторая часть слова имя собственное или начинается с буквы L, а также с гласной. Пол Москвы, пол абрикоса, пол лимона. Ничего сложного. Известно, что у левшей очень развито правое полушарие мозга, да, и психологи утверждают, что именно левши более талантливые, а не творческие люди. Возможно, даже талантливее, чем правши, да. Давайте узнаем, так ли это или нет. Есть ли какое-то у вас ощущение, что вы более талантливый, успешный и так далее. Жень, давай, расскажите, с чем это связано? Ну, если вы посмотрите сейчас внимательно, то вот даже как-то вот несколько выше, да. Может быть, у нас просто есть чуть-чуть преимущество какое-то. Ну, не более. С левой стороны? Да. Маша, а ты более талантливая, чем твои одноклассники? Ну, я бы так не сказала, но то, что у меня есть какие-то способности к литературе или же к кинематографии, это очевидно, потому что я также занимаюсь олимпиадами и была призером Всероссийской олимпиады по литературе. Давай заново. Твоих одноклассников сейчас нет за столом. Ты более талантливая своих одноклассников? Думаю, все-таки нет. Среди моих знакомых есть несколько левшей, которые вообще далеки от творчества. На удивление, возможно, они просто не раскрыли в себе еще какой-то талант и так далее, но, в общем, они видят только математику, какие-то вычислительные технологии, все это близко очень, а вот творчество как раз-таки далеко. Ну, это буквально человека два, остальные все мои левши, в принципе, очень творческие люди. А кого знаете из знаменитостей левшей? Леонардо да Винчи. Вот. Моя любимая левша – это Мерлин Монро. Хороший левша. Мусорский был. Мусорский, отличный композитор, так. А кто вспомнит вот этого самого того левшу, от которого и пошло, собственно говоря? Лесков-то это какой, товарищ? Который Лесков написал это произведение, и он, кстати, тоже был левшой, да? Давайте мы с вами действительно попробуем подтвердить, что вы левши, прям стопроцентные левши. У меня есть такой тест, даже несколько вариантов этого теста. Во-первых, я предлагаю вам прямо сейчас руки скрестить в замок. Так, внимание. Нет, не так, вот так. Вот так, да. И так, внимание. Вот если ваш большой палец левый сверху, то значит вы левша. У всех левый? У меня правый. Оборотень. У Алены правый. Но это еще не все. Давайте второй вариант теста. Раскрестите руки на груди. Так. Если у вас сверху левая рука, то вы левша. Если вы правая рука сверху, то вы тогда правша. Наши телезрители тоже повторяйте за нами. Как у вас? Левая-левая, тоже левая. В принципе, все левши, да? Все левши. Хорошо, отлично. И последний завершающий тест – это аплодисменты. Итак, давайте поаплодируем. Смотрите, если вы ударяете левой рукой по правой, то вы левша. Если правой рукой по левой, то вы правша. Если вы делаете вот так вот, то вы не определились, видимо, еще. Хорошо, я так понимаю, что подтвердили, да? Если два из трех у вас выпали, что левая главная, значит вы стопроцентная левша. Ну вы подтвердили это. Хорошо, левши, давайте продолжим. У нас раунд номер два. И прямо сейчас наш слог перемещается в середину слова. Я вам желаю удачи. Главное, чтобы буквы были перед этим слогом и после него. Итак, этот слог – от. От. Начинаем. Ну я начну, пожалуй, с котлеты. Котлета. Поехали. Котелок. Котелок. Боты. Смотр. Смотр. Соты. Соты. Мотоцикл. Мотоцикл. Конечно. Что ж, за сомнение. Мне не надо. Осмотр. Осмотр. Протор. Ротор. Артем. Кокотуар. Ротуар. Мотор. Хорошая скорость, мне нравится. Отличный проход. Рота. Рота. Прототип. Осмотр. Смотритель. Смотритель. Да. Смотритель. Слог – от. В середине. Присмотр. Присмотр. Сила – от-вот. Сила – от-вот. Мотель. Болото. Крот-то отпугиватель. Ты сейчас придумываешь сам слово. Нет, есть такая штука. Есть. Крот-то отпугиватель. В таком случае громадвод. Да, вот громадвод – это более распространенное. Нет. Есть еще время. Есть еще время. Гуля, Гуля, Гуля. Есть еще время. Угу. Ну вот гвозди. Чем забивают гвозди? Чем забивают гвозди? Молоток. 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 Молотилка. Фотограф. Кротин. Кротин. Маша, есть ли у тебя слово? Сейчас придумаю. Времени мало, времени мало. Думай, 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 думай. Думай. И вы вспоминаете слова, потому что если передаст, нужно будет очень быстро сказать. И не подскажешь, потому что сам не знаешь. А, я знаю. Маша, последние секунды. Никак. Ну, в принципе, я не расстроилась, потому что проиграть таким опытным, таким творческим людям мне, в принципе, достаточно не очень страшно. И у меня, наверное, была такая самая главная причина, потому что я была младше всех. Все уже операторы, журналисты, там, люди, работающие на радио, закончившие университет. Это я про каждое всего, что в школьнице. Но мы пройдем еще немного времени, и я смогу составить им такую хорошую конкуренцию. Знаете ли вы, что роман Даниэля Дефо о приключениях Робинзона Круза имеет продолжение? Во второй части герой терпит кораблекрушение у берегов Юго-Восточной Азии и вынужден добираться в Европу через всю Россию. В частности, он в течение восьми месяцев пережидает зиму в Тобольске. Там же обучает английской грамоте местным детишек, ест сухари и пьет квас. Думаю, это произведение должен прочитать каждый любитель литературы нашей страны. Не секрет, ребята, да, ну и вы можете наверняка подтвердить, что современный мир создан для праворуких людей. Мало того, что он праворукими людьми создан, так еще и для праворуких. И мы вот, например, я, кстати, правша, дорогие телезрители, мы не замечаем этого, мы берем мышку и пользуемся ей, ручкой пишем и так, что у нас рука не пачкается. Я не знаю, может, еще какие-то есть примеры. Сталкиваетесь ли вы с какими-то трудностями в быту, в жизни, которые вам как леворуким мешают? Могу сказать, что особых сложностей, пожалуй, что и нет. Опять же, я думаю, это потому, что, ну, там не работаем, может быть, с какими-то станками, с инструментами сложными, которые действительно заточены под правую руку. А такие вот, может быть, маленькие бытовые мелочи, когда, я не знаю, в столовую ты садишься, узенький вот столик, и вот здесь сидишь относительно соседа, и ты в разу левой ложкой вот так вот неудобно. И он тоже правый. Вот это неудобно. Всегда какая-то стола приходит сидеть, чтобы не мешать. Вот в начальных классах, когда писала, училась писать, рука постоянно пачкалась, а потом уже приноровилась как бы поднимать ее повыше. На весу, да? Да. А еще очень тяжело, когда ты хочешь не дать соседу списать, а левой рукой не получается, он все смотрит. Ты вот хочешь... Ты таким вредным школьником был, да? Ты не давал соседу списать. Я был как раз хорошим, потому что я же левша, и у меня все можно было скатывать. А правши, они вот такие, не поймешь, что он там. И спрячешь, да, Артем, у тебя есть... В принципе, да, я вот тоже увлекаюсь охотой. Вот с охотничьими ружьями тоже тяжелый выбор. Обычно все под правши сделаны. Или патроны, когда с левой руки стреляешь, внутрь вылезает гильза. И когда переломываешь оружие, тоже неудобно, все под правой рукой сделано. Мне очень тяжело научиться играть на гитаре. Вот сколько пыталась, сколько мне я пытался научить братик. На самом деле, это очень тяжело мне дается, потому что в моем правом полушарии очень сложно собрать картинку и отобразить ее потом на пальцах во время игры. Но он мне обещал подарить гитару для левшей, поэтому там, может быть, научусь. Ты знаешь, что Пол Маккартни, знаменитый музыкант, он левша в том числе, поэтому у тебя есть ориентир с удовольствием двигаться. Давайте именно к этому. А как к левшам относятся люди? Вот такой вот вопрос. Я почему-то задаю его, потому что, например, в Древней Руси левшам запрещали давать показания в суде. Сейчас, возможно, это выглядит как преимущество, конечно. Но тогда их ущемляли по этому признаку. В наше время в школе немножечко там, кому как повезло, кого-то пытались ущемить немножечко, указкой по рукам обычно ущемлял, учительница говорила, ты в какой руки держишь ручку, давай в правую. Но мне повезло, у меня была отличная учительница начальных классов, и она сказала, нет, правая, левая, без разницы, давай. Подожди, давай остановимся на этом. Насильно переучивали раньше в школах. Я думаю, что люди, так сказать, моего поколения, они помнят, да, что вот раньше все должны были писать правой рукой обязательно, ну, потому что из строя можешь выбиваться, если ты пьешь. Вот, Голи, пять лет назад закончила школу, а переучивали, нет, в школу? Нет, нет, к счастью, нет. Вообще даже на это не обращали внимания, поэтому вообще все совершенно спокойно было. Единственное, бабушка хотела, конечно же, переучить. Это старая школа. Да. Вот, это все оттуда. Закаленная. Потому что показания в суде давать не будешь. Как же так? У меня тоже был такой случай в школе, меня заставляли переучиваться с левой на правую. Но учительница меня понимала, и вот, когда приходил директор строгий, он говорил, надо писать правой. Я писала правой, когда он приходил, а когда он уходил, я уже писала левой. Так в итоге сейчас ты какой рукой пишешь? Левой и правой. А правой? Двумя. Ты двурукая? Обе руки рабочие? Я же говорю, среди нас казачок. Давайте продолжим. И следующий тур у нас прямо сейчас настает. И слог наш перемещается в конец слова. Он уже был в начале, в середине, сейчас в конце. Это слог «Анн». Я желаю вам удачи. И говорю первое слово «Великан». Женя. Карман. Гурман. Стакан. Тиран. Тиран. А-а-а, будокан. Это и после направления, направление драк, боевого искусства. А-а-а, это, конечно, плохое слово, но все равно. Но наркоман. Мое. Мое. Обычное. Ресторан. Ресторан. О, сейчас что-то будет. Все, что ли? Много. Сейчас что-то будет. Их много. Вылетел на слово. О, прикольно. Вспоминай, вспоминай. Включай свое правое полушарие. Да. Именно, собственно, лезут в голову. Но их нельзя говорить. Засолили. Гони. Гони. Откуда вода течет? Вода, судя сейчас. Пусть будет кран. Да, пусть будет. Графоман. Галман. О, ветеран. Ага. Не успела новое придумать. Нет, да, ну, нужно сейчас вспоминать. Так, сейчас. Книгоман. Все, пропало. Ну, что ты смотришь, как на новые ворота? Да. Баран. Меламан. Да. Султан. Хорошо. Тарзан. Да. Не имя. Не имя. Женя, давай. Чувствуем приближение финала. А может быть, это тактика у него такая, а? Он сейчас выждет, выждет, выждет. Чуть не убежала бомба. Последние секунды, Женя. Последние секунды. Мир никогда не будет прежним после сегодняшней игры. Потому что я проиграл. Вот. А на самом деле было весело и здорово. Я думаю, что не хватило чего? Свежести. Как любят говорить футболисты. Вот. Не хватило мозгов. Поэтому мой совет. Ешьте мозги. Это помогает. Вот. А я думаю, у каждого был такой момент, когда тебя спрашивают, особенно где-нибудь на экзамене, а в голове пустота. Вот этот момент как раз посетил меня сегодня. В любом общественном транспорте, будь то автобус, троллейбус или маршрутка, место для аварийного выхода обозначается «запасный выход». Но почему не «запасной»? На этот счет есть несколько мнений. Одним из самых популярных является следующее. Когда-то производитель автобусов марки «Икарус» вместо «запасной выход» написал «запасный». Эта нелепая ошибка была незамечена, и в итоге эту надпись начали копировать другие изготовители пассажирского транспорта. Второй версией придерживаются некоторые филологи. Они считают, что слово «запасный» и «запасной» имеют разные корни. Если первое является однокоренным с таким словом, как «запас», то второе – «опасность». Поскольку речь в транспорте ведется о выходе из него в случае чрезвычайной ситуации, то и слово «запасный» необходимо писать через «ы». Многие современные эксперты уверены, что эти два слова ничем не отличаются друг от друга, поэтому можно писать их как «запасный», так и «запасной». Мы продолжаем игровое шоу на Апум, и сегодня с нами играют левши. По одной из статистик, каждый седьмой человек в мире левша, причем большинство из них – это мужчины. По другой статистике, вообще людей левшей 30% примерно. У нас за столом большинство левшей сейчас. Я правша, я предлагаю вам небольшой тест. Давайте вы правой рукой, которая у вас нерабочая, я – своя левая, попробуем написать название нашего телешоу на Апум вот на этих листочках, у кого получится сделать это лучше. Ну вот, я справился своей левой рукой. У меня даже маркер отказывается писать левой рукой, потому что, ну, вот так вот, такие каракули получились. Давайте посмотрим, как у ребят, и так у Гули-Гули получилось. Принт весьма красиво, кстати. Гуля стогалась. Тем, у тебя, в принципе, тоже неплохо, да? Ну, ручка-то дрожит, конечно, но это ладно. Не стогался я, так? По слову, да. Зато восклицательные знаки. Хорошо. Ну и, смотрите, здесь шедевр просто. Кстати, вот таких людей, да, как ты, которые и левой, и правой рукой пишут, называют амбидекстер. Знала ты, нет? Я нет, я в первый раз слышала. Это не ругательное слово. Поэтому, друзья, если вы и левой, и правой пишете, то вы амбидекстер, мы вас поздравляем. Ну и давайте продолжим с вами общение. Вот мы говорили сегодня много про недостатки, да, что действительно мир создан праворукими для праворуких, но есть же наверняка и достоинства. В чем плюсы того, что вы левша? Вот, когда занимался футболом, мяч пинал левой ногой. И для соперника, может быть, да, было чуть-чуть неудобно, когда он не знал, что ты левша, когда при обводке, да, уходил налево, а не направо. Многие были готовы к тому, что, да, по привычке, правши все уходят направо. Ну вот я заметила, что, когда работаю на даче, у меня лопата в левой руке, и я копаю быстрее всех. Почему-то. Почему-то. Может быть, просто любишь копать, поэтому ты копаешь быстрее всех. Спасибо большое, ребята. Давайте перейдем к следующему раунду. Я желаю удачи. Кстати, у нас полуфинал. Итак, сейчас в этом раунде у нас слог становится универсальным. То есть он может быть как в начале, так и в конце, и в середине слова тоже. Чи. Чиж. Поехали. Чизкейк. Чизкейк. Чистюля тогда. Чи. Мальчик. Мальчик. Молотина. Чистильщик. Чистильщик. Сочник. Ой, я что-то не то сказала, да? Нет, нет, нет. Чен. Да. Мячик, да, 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 точно. Перебежчик. Чихкаш. Как? Чихкаш. Да, в спичном капке. Все, я не подсказываю, потому что это важный ответственный момент. Меня остальные игроки не поймут. Последние секунды. Гуля, гуля, гуля. Последние. Не расстраивайся, давай. Последний. Еще есть возможность сказать слово. Бам. Ура. Это должно было произойти. Слов, естественно, куча. И мне все это близко и знакомо. Но что-то я переволновалась. Давно не белькала перед камерами, поэтому как-то растерялась все-таки, видимо, из-за этого. Сегодня я хочу рассказать вам о том, как появилось крылатое выражение «вернемся к нашим баранам». Это словосочетание употребляется в том случае, когда человек слишком сильно отвлекся от главной темы разговора. В средневековой французской комедии адвокат Пьер Патлен богатый суконщик подает в суд на пастуха, укравшего у него овец. Во время заседания суконщик забывает о пастухе и осыпает упреками его адвоката, который задолжал ему денег за ткань. Судья прерывает речь словами, требуя вернуться к предмету судебного разбирательства и произносит «вернемся к нашим баранам». У нас финал, и сегодня за звание победителя нашего шоу борются две левшины. Ребята, во-первых, я вас поздравляю. Хочу спросить, а кто хочет победить? Как вы думаете, кто выиграет? Алёна, кто выиграет? Сильнейший. Отличный ответ, Артём. Конечно, каждый хочет победить в душе, никто не хочет быть проигравшим, но, да, все наставить на свои места. Мы сейчас немного меняем задание к финалу, и подсказку для этого задания нам дал человек, который написал повесть «Левша». Это Николай Лесков, кстати, писатель сам тоже, мы уже говорили сегодня, был «Левшой», и написал повесть о человеке, который подковал механическую блоху. И в переносном смысле «Левша» означает как раз-таки «мастер-умелец». Я надеюсь, что вы сейчас проявите все свои таланты, вспомните максимальное количество слов. А вспоминать мы будем литературных персонажей, известных литературных персонажей, например, таких, как «Левша». Поехали. Анна Каренина. Ага. Чиполейна подходит? Конечно. Поехали. Литературный персонаж. Чиполейна, так, этот, Болконский. Буратино. Ты по-детским пошел, да? По-детски. Да, только детские книжки читал, поэтому по-детски. Раскольников. Что ж там у нас еще-то из золотого ключика? Евгений Олегин. Пьеро. Отлично. Татьяна Варина. Артемон. Ленский. Гаф-лимон. Граф-лимон. Наспи. О, гаф-лимон. Ай, по-пой, гаф-гаф-помедок. Гаф-помедок. Ты снег. Гафини-вишенки. Да, добавно. Ты все упорно пытаешься из взрослых, да? Человек не парится. Старуха и Зергиль. Так, эти вы... Штольц. Голушка. Обломов. Мальвина. Была Мальвина! Это еще раз подтверждает, что в жизни нужно быть попроще. Я начала вспоминать всех персонажей, как их прочитала в последнее время, книги, которые я читала. И, может, из-за этого запнулась. Вот надо было, может быть, и сказки вспоминать тоже вот такие. И вот он финал, и вот оно награждение победителей. Победителем у нас сегодня становится Артем. Артем, дай я пожму твою левую руку. Давай непривычно. Вот так вот. Спасибо тебе большое за участие. И давай начнем с подарочков. Ну, во-первых, хочется подарить тебе вот такой вот красивый календарь, который, возможно, тебе тоже пригодится. Теперь более существенным подарком не оставим мы, конечно, тебя и без книги. Заметьте, тебе достается книга «Родная речь» в тему сегодняшней программы. Обогащай свой и без того богатый словарный запас. Ну и сейчас самое интересное. Мы дарим тебе сертификат на мастер-класс от бизнес-диалога компании, которая развивает и оценивает персонал. Также проводят семейные тренинги. Сотрудники организации учатся грамотно писать деловые письма, вести переговоры, общаться с посетителями. Как того требуют современные стандарты клиента ориентированных компаний. А вот тренинги для родителей с детьми. Управляю временем и все успеваю. Этикет, протокол, хорошие манеры, публичные выступления. Легко и убедительно. Компания «Бизнес-диалог» — это современные арт-технологии и интерактивные формы развития интеллекта и профессионализма. Выбирайте программу на сайте, обучайтесь с удовольствием. Ну а сейчас с удовольствием выслушаем твои впечатления. Артем, расскажи, как тебе игра? Понравилось впечатление, море впечатлений. Все они позитивные. Соперники были достаточно сильные все. По игре, в принципе, особо не волновался. Но были такие моменты, то, что придумал несколько слов и просто пока шел круг, забыл их. Вот такие моменты были. А так только позитивные, хорошее настроение, хорошие эмоции. Все отлично. Еще раз поздравляем и на твоем примере хочется позвать наших телезрителей. Принимайте участие в нашей игре. Приходите, побеждайте, будьте лидерами. И самое главное — учите русский язык и говорите правильно. В Западной Европе и Америке корешки книг подписывают сверху вниз. Эта традиция уходит в те времена, когда книг было мало, и чтобы удобно было читать название книг, лежащих на полке, пишут именно так. В Восточной Европе и России традиционно подписывают снизу вверх, чтобы удобно было читать название книги, которая стоит на полке. Главное, чтобы вы читали не только корешки, но и сами книги, чем я и предлагаю вам заняться. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова